всем привет 1975 год прекрасный год для рок-музыки потому что старая музыка классический рок так называемый в общем приказал долго жить на самом деле хотя с одной стороны если посмотреть он расцвел пышным цветом столько появилось пластинок классического рока так называемого столько новых групп столько старых групп мы выпускали все 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 но все абсолютно уже было отформатировано появилось такое слово формат она точнее появилась она вошло в силу и появился 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 форматный звук возник похоже все друг на друга стало и в гитарах и в барабанах и и в построении песен во всем во всем во всем даже роберт фри помудрился записать очень хорошую пластинку red 74 по-моему год да если не ошибаюсь ну 74 75 будем горит 75 это такой рубеж очень хороший альбом red но абсолютно форматный по звуку ничего нового не не ну совсем просто рок-группа king crimson превратились хорошую крепкую настоящую рок-группу в отличие от всех предыдущих альбомов когда они не были рок-группы они были king crimson а на рэде они стали рок-группой и free сделал это осознанно он поставил точку на существование монструозных таких грандиозных рок-групп хотя многие до сих пор продолжают играть новые появляются но новые появляются слава богу совсем уже с другим звучанием все-таки музыка идет вперед также как и жизнь идет вперед также как все идет вперед на самом деле все меняется находится новые какие-то пути новые тембры новые формы это очень интересно все но в 1975 году был коллектив который не поддался ни на какие форматы группа can немецкая выписала пластинку landed ну в общем-то это это в стиле can конечно но и довольно сильно отличается от всего того что было записано группой can хотя предыдущий альбом сунова баба лума он в общем похож на этот немножко я не представил да что это такое can я очень люблю группу can это очень необычная группа очень прогрессивная группа если кто не знает кто не слышал я уверен что таких нету среди зрителей которые смотрят данное видео я думаю что половина народу ненавидит эту группу а вторая половина обожает и боготворит ну так же как с любой нормальной с любым нормальным музыкальным коллективом скажем так так вот landed группа состоит can landed да группа состоит из академических музыкантов если кто не знает с прекрасным образованием музыкальным при этом смотрящих музыкант эти смотрели как назад в сторону классической музыки авангард классически я тоже имею ввиду под смотрением назад потому что авангард там штаггаузена они впитывали 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 учились на этой музыке то есть это было бы граунд это было сзади они шли вперед неся в рюкзаках за собой вот этот классический авангард и трансформируя его в современное рок звучание скажем так как-то я путанно выражаюсь но это нормально потому что я говорю про авангард так и надо так и надо чтобы было ничего не понятно вообще когда гришь об авангарде лучше всего говорить так чтобы никто ничего не понял что такое авангард ну это вот там такое что-то новое штаггаузен там все два вокалиста которые работали в кэн самого начала существования этой группы отвалились и может быть может быть это очень хорошо и мальком муни первый вокалист отвалился и самое главное даму сузуки ушел хотя с даму сузуки были записаны самые показательные альбомы группы кэн о которых я расскажу отдельно они стоят того но сам даму сузуки эта фигура настолько одиозная я его видел вот так вот близко потому что мои хорошие знакомые устраивали в петербурге концерт даму сузуки сольный и я с ним пообщался некоторое время он абсолютно укуренный уже приехал в клуб удолбался в гримерке еще сильнее потом уже пошел на сцену музыканты наши ему помогали собрались достаточно серьезные люди коля рубанов на саксофоне и много кто еще программы как водится у даму сузуки никакой заранее не было подготовлено он сказал играйте что хотите а я буду петь ну а поет даму сузуки ясно что он выдумывает слова прямо на сцене и кажется даже не слушаю эту музыку которая за его спиной играет и концерт это мне не понравилось несмотря на то что друзья мои играли на сцене очень сильные музыканты но вот такое дураковаление я не люблю просто но это было весело да конечно первые 10 минут потом понятно что ничего другого уже не будет ну ладно ну и ладно в общем даму сузуки из кэн ушел вроде бы он стал человеком религиозным вроде бы свидетелем иеговы я по его поведению этого не заметил честно говоря потому как он себя вел он наверное очень хороший человек я не буду его ругать но его концерт не не пришлось по душе и кэн стали работать без освобожденных вокалистов стали петь сами и получилось очень хорошо вот этот альбом landed он не является таким классическим альбомом кэн показательным альбомом кэн таким как тага мага например но я его безумно люблю именно вот эту пластинку я мне все пластинки группы к нравится я люблю вообще такую музыку свободную не похожую на классический рок хотя классический рок я тоже слушаю это я не перед кем не извиняюсь и не заигрываю я действительно слушаю могли это заметить по моим всяким предыдущим роликам но вот это вот свободное дыхание вот это вот этот вот кайф когда играют профессиональные музыканты очень крутые которые могут все что угодно сыграть играют очень сложную музыку которая кажется простой вот это самое это самое божественное такое самое гениальное когда музыка кажется простой хотя она дико сложная наполовину она импровизационная на вторую половину она очень четко вся придумана и расписана и звучит поэтому потрясающе совершенно послушайте группу кэн она не похожа на классический рок и звук не похож на классический рок звук совсем другой инструменты звучат совсем не так форматно как в группе там bad company да там все по все понятно авердрайв и пошло ничего похожего даже близко нет но пластинка очень веселая и у меня такое ощущение что она оказала влияние на музыку дэвида боу и во всяком случае песням фума нога highway первый номер что-то я слышу у боу и похожие что-то слышу в первую долю вот эти вот такие биты как как бы правильно сказать такие построения очень круто она она даже несмотря на то что это авангардная такая группа до принято считать пластинка практически танцевальная она так затягивает она так провоцирует на движение на ответную реакцию всего организма такое чистое шаманство люди начинают шаманить и ты туда включаешься мгновенно подпадаешь под это влияние фума на на хайуэ это блестящая шаманская такая заряжающая штука при этом это чистый рок кэн вдруг стали рок-группой но не такой рок-группы как bad company и и и все остальные deep apple а рок-группы кэн вдруг они заиграли рок и по-своему и так 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 это так это раскачала на самом деле безумные бэк-вокалы на на первые вещи выплывающие за обработанные флэнджерами там реверами и чем угодно такая устрашающая картинка музыкальная просто просто прелесть half-pat one следующая песня очень странная какая-то в сторону какой-то поэрториканской музыки акустическая гитара электрическая гитара сверху играют бесподобно просто и и и и и ни с чем сравнить потому что совершенно свои построения гитарные сравнить не с кем и ни с чем и и да и не стоит сравнивать мишель короли здесь наиграл на гитаре на скрипке он же и поет также как поет термин шмидт иногда и поет конечно холвер шукей бас-гитарист и на мой взгляд главный главный двигатель прогресса в группе кэн про джеки лебица это барабанщика я не говорю это машина атомная это это просто это просто не машина и не драйв это какой-то космический ударник космический барабанщик опять-таки тоже не с низким сравнить но самое главное моя любимейшая песня любимейшие даже не не у группы кэн она мне любимейшая она вообще из всей рок-музыки одна из любимейших если я буду когда-нибудь составлять список там 100 любимых песен песня hunters and collectors обязательно войдет в вот в этот в этот список причем не в конце она будет она где-то в первые там полусотни точно hunters and collectors это блестящее рок-произведение космическое психоделическое роковое легкое и тяжелое одновременно она меняется все время нагнетается напряжение и потрясающие слова охотники и коллекционеры выходят только ночью охотники и коллекционеры не видят света охотники или и и и коллекционеры живут своей особой жизнью мне это очень близко я это знаю я это прочувствовал это так подано hunters and collectors таинственно таинственно шпионские дела охотники и коллекционеры это отдельно и особые люди это безумно здорово и спета и сыграно и придумано и эта песня она неожиданно переходит в не менее хорошее произведение вернала аквинокс которая длится восемь с половиной минут и кажется продолжением hunters and collectors там очень короткая пауза и врубается вот этот финальный инструментал на первой стороне с потрясающей гитарной игрой с потрясающей просто неожиданной и прекрасной гитарной игрой в диком темпе все это происходит гитарные кульбиты напоминают фрэнка запу здесь иногда хотя другой тембр другая картинка общая совершенно другая не похожая на запу но что-то в где-то какие-то переклички есть и очень быстро виртуозно и и не давит хольгер шукай продюсировал этот альбом и он добился такого звучания которое с одной стороны кажется безумно странным а с другой стороны не раздражает совершенно и все слышно все здорово и так так неожиданно так музыкально при этом и вот развивается эта гитарная история потом соло барабанная любица это опять-таки в разрез со всеми канонами рок-музыки что такое соло на барабанах в рок-музыке да вспомним там made in japan у deep apple ничего даже близко нет похожего даже близко нет так здорово музыка безгранична можно столько нового сыграть на тех же самых барабанах что ну что я говорю джазовые барабанщики все это расскажут лучше меня и картинка меняется потому что начинается эта штука рок-группа играет на сцене картинка такая на сцене играет рок-группа кэн драйвово быстро виртуозно а потом вдруг раз и мы летим в открытый космос и все изменилось звук изменился картинка изменилась где друг пространство изменилось вот так вот здорово это сделано ну и на второй стороне red hot indians с саксофоном с какими-то восточными делами восточными или индийскими или индейскими непонятно классифицировать невозможно прозрачная очень песня короткая три минуты с лишним 33 34 прозрачная странная завораживающая ну и под конец on finished 13 с половиной минут классический кэн классическая психоделия кэновская но она как-то более структурирована чем чем на тага мага например такие вот подобные номера она как-то более структурирована иногда даже напоминает них ночи будет помянут pink floyd хотя на мой взгляд поинтересней в любом случае посовременней даже сейчас она звучит современней в общем скан лэндет hunters and collectors рекомендую всем это великая песня это полотно которое в мою историю войдет точно точнее она уже туда вошло hunters and collectors мы выходим ночью и не видим света мы охотники и коллекционеры я пошел пить пока